Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня поговорим про всякие быстродвижущиеся объекты. В первую очередь про звёзды. С целью, естественно, понять, как они могут разгоняться, почему вдруг объекты приобретают какие-то нетипичные для них скорости, поскольку в норме звёзды образуются из облаков газа и пыли в галактике. Соответственно, в галактической межзвёздной среде есть какая-то скорость звука. Скорость звука по земным меркам большая, скажем, 10 км в секунду, Но, с другой стороны, это гораздо меньше скорость вращения звёзд в галактик, которая на Солнечной орбите, скажем, как вы знаете, составляет 200 с небольшим км в секунду. А звёзды, образовавшиеся из этой, вроде бы, медленно движущейся среды, могут иметь большие скорости. И про них, в первую очередь, и про некоторые другие объекты будем говорить, в результате каких взаимодействий эти тела приобретают большие скорости. Так что вот кого-то интересует, какая рыба в океане плавает быстрее всех, нас будет интересовать, какие объекты... Это действительно рыба в океане плавает быстрее всех. Нас будет интересовать, какие объекты быстрее всего двигаются в галактике. Ну или, может быть, уже между галактиками, поскольку, как вы понимаете, у галактики есть какой-то гравитационный потенциал, и она может какие-то тела удерживать, которые не обладают большой генетической энергией, а какие-то удерживать уже не могут. Потому что их генетическая энергия слишком большая, и сумма положительной генетической энергии отрицательной потенциальной энергии оказывается положительной, значит, объекты улетают. Окей. Ну, вообще, если мы поговорим про астрономические наблюдения, есть такая забавная штука, как сверхсветовое движение. Оно было открыто несколько десятилетий назад. Это, естественно, такой эффект наблюдения. Но для его объяснения нужна специальная теория относительности. Если, например, у какого-то объекта обычно это черная дыра. Черная дыра очень с высокой скоростью могут выкидывать объекты из своей оквестности. Это, в принципе, легко понять. Это такая первая вещь, которую вы можете более или менее запомнить. Тут есть какое-то тело массой m и радиус r. И, как вы понимаете, вблизи этого тела есть вторая космическая скорость 2gmr. Соответственно, если вы вблизи объекта ускоряетесь, вы можете приобрести вот такую характерную скорость. Поскольку у черной дыры комбинация массы делить на радиус самая большая из всех объектов, которые мы знаем, то, соответственно, они могут ускорять газ или какие-то комки газа, что угодно, твердые тела до достаточно больших скоростей, которые, в принципе, могут приближаться к скорости света. Итак, у вас есть черная дыра. На нее течет вещество. Например, закручивается в операционный диск. Ну, почему в диск? Потому что, например, так рисовать красиво. И из этого диска бьет струя. По большому счету, чтобы была струя, нужен диск. Струя бьет как мотивулярно диску. И вот в этой струе летят какие-то бульбочки такие. Так вот, эффект состоит в том, что если вы смотрите почти что вдоль струи, и смотрите, как бульбочки двигаются, то вам нужно учесть, что их скорость может быть близка к скорости света. И тогда аккуратненько записать это в формулу. Если вы про это забудете, если вы будете считать, что свет движется гораздо быстрее, чем ваш объект, то вы получите такой парадокс, как сверхсветовое движение. Сверхсветовое движение в этом смысле нас интересовать не будет, но нам, в принципе, интересно, что из окрестностей черной дыры объекты тела могут вылетать с большой скоростью, но, конечно, до светового. Мы все-таки поговорим про реальные скорости, а не кажущиеся скорости. И начнем со скорости движения звезд Галат. Звезды участвуют в нескольких сразу движениях. Самое основное, наверное, это движение по лаптическому потенциалу. То есть, например, звезды, которые образуют диск Галактики, двигаются в диске, двигаются по более или менее круговым орбитам. Они могут там немножко подниматься над плоскостью, опускаться, но, в принципе, это орбиты более или менее круговые. И эта скорость может быть большой. Вот график, как скорость растет с удалением от центра галактики. Здесь расстояние в тысячах световых лет, а скорость в километрах в секунду. Но вот видно, что в большей части галактического диска, вот здесь находится Солнце, скорость составляет 200 с небольшим километров в секунду. Есть совсем другие объекты, звезды Гал, двигающиеся по другим орбитам, о них мы еще поговорим, у них скорости могут быть больше. Но, что существенно, относительно друг друга звезды двигаются не с такими колоссальными скоростями, потому что они все участвуют в этом движении. Вы можете себе представлять, это как такой вот трек, по которому едут машины-велосипедисты, я не знаю, какой не скачет, что вам больше нравится, но, поскольку все они двигаются, все скачут в одну сторону, то скорость, скажем, машин Формулы-1 может легко достигать 300 километров в секунду, но друг относительно друга они быстро обычно не двигаются, потому что они все участвуют в этом движении. Ну и совсем уж хороший пример, у вас есть просто какой-то скоростной шоссе, там все едут 135 километров в час, ну и едут. И вы можете ехать 3 часа и все время, посмотрев вправо, видите, одну и ту же машину. То есть ваши относительные скорости невелики. И в галактике относительность скорости звезд составляет километры, малые десятки километров в секунду, что как раз похоже по порядку величины на скорость звука в межзвездной среде. И вот эта относительная скорость в первую очередь определяется тем, с какой скоростью двигались газовые облака, ну и немножечко мы увидим, как звезды могут ускоряться друг относительно друга, немножечко разгоняться. Тем не менее, вот на этом фоне, где звезды не двигаются друг относительно друга с большими скоростями, есть исключение. Есть так называемые убегающие звезды. Если типичная скорость, повторюсь, меньше 20 километров в секунду, то убегающие звезды, это звезды со скоростью, там, 70-100 километров в секунду, друг относительно друга. Все вместе это крутится относительно, вокруг центра галактики, но мы забыли про вращение, мы его как бы вычли. И теперь смотрим, как звезды двигаются относительно своих соседей. И тогда появляются вот эти самые убегающие звезды. Почему же они убегают? Есть две основные причины, почему могут возникать звезды, двигающиеся с относительно большими скоростями. Первая причина – это динамическое взаимодействие. Естественно, у нас импульс сохраняется. Но вы понимаете, что если у вас есть такой инвертированный мозаик, то есть Герасим, у которого в лодке много муму, он может как с реактивным двигателем двигаться, там одну муму кинул, вот сюда вторую кинул, но вообще-то он может так спастись и добраться до этого. Соответственно, они могут взаимодействовать друг с другом, но в данном случае взаимодействие довольно одностороннее. Есть другие виды взаимодействий. У вас более-менее равноценно участвуют несколько тел, и они могут обмениваться энергией, обмениваться импульсом. И при этом, как правило, более легкое тело получает импульс от других и выбрасывается из системы. То есть, если у вас сжималась облака газа и пугли, там образовалось несколько звезд, это нормальный случай, звезды любят образовываться группами, ассоциациями, то они взаимодействуют друг с другом гравитационно, они обмениваются импульсом и энергией, и часть звезд будет приобретать достаточно большую скорость, достаточно большой импульс, такой, что они будут выбрасываться из этой группы. В целом, естественно, вся энергия сохраняется, ничего никуда не делось, но энергия была передана части звезд, которые приобрели большую скорость и вылетели. Динамическое взаимодействие. Второй способ принципиально отличается. Здесь нужно всего две звезды, но образующие достаточно тесную систему. Давайте я попробую. Потом будут картинки, но я так изначально не расскажу. Вот у вас есть две звезды. И они вращаются вокруг общего центра Марса. И они никуда не разлетаются, потому что они как бы связаны гравитационной веревочкой. Полная энергия системы отрицательная. Есть такая замечательная теорема Вериала, которая говорит нам, что в такой системе про теорема Вериала он говорит что-нибудь? Не говорит? Отлично. Полная энергия системы – это, естественно, кинетическая энергия плюс потенциальная. Но вы, надеюсь, знаете, что потенциальная энергия отрицательна. Так удобно считать. То есть, если у вас система связана, две звезды крутятся вокруг общего центра Марса, то полная энергия меньше нуля. Вот эта штука меньше нуля. Потенциальная энергия отрицательна сильно отрицательна. Так вот, в связанных системах у вас выполняется теорема Вериала, которая говорит вам, что по модулю генетическая энергия равна половине половине потенциальной энергии. Это всегда? Да. Если у вас гравитационно связанная система, то всегда… Если она устойчивая. Да, конечно. Если у вас они крутятся, крутятся, ничего не происходит. Естественно, если вы… Система саморегулирующаяся. То есть, у вас крутится, я не знаю, там, космонавт на орбите, да? Вот он сам по себе летает. Вы подлетаете к нему, даете ему пенделя. У него увеличивается скорость, увеличивается кинетическая энергия. Значит, он перейдет на другую орбиту. У него по модулю уменьшится потенциальная. И они придут в равновесие. Вы понимаете, какой удивительный эффект, что если вы крутитесь по орбите и жмете на тормоз, то есть, у вас реактивный двигатель вперед работает, то ваша скорость будет увеличиваться. Потому что вы, тормозясь, будете подходить ближе к центру вращения. А чем ближе вы подходите к центру вращения, тем быстрее вы вращаетесь. И наоборот, если вы, значит, думаете, вот я сейчас разгонюсь, вы разгоняетесь, вы переходите на более высокую орбиту, но двигаться там будете медленно. Вот почему, куда дороже полететь? К Сатурну или к Меркурию? И почему? Ну, давайте, что ближе? Меркурий. Меркурий намного ближе. А полететь к нему труднее. Потому что Земля крутится со скоростью 30 км в секунду вокруг Солнца. Чтобы полететь к Меркурию, с одной стороны, вам нужно начать тормозить, вам нужно гасить всю эту скорость. Чтобы полететь к Сатурну, можно тихонечку там попинывать спутник, и он улетит. Сатурн медленнее вращается, вы перейдете на более высокую орбиту. А вот чтобы полететь к Меркурию, нужно сначала затормозиться, но если вы станете спутником Меркурия, то вы будете с большой скоростью, гораздо больше, чем 30 км в секунду, крутиться вокруг Солнца. То есть тут происходят такие контринтуитивные явления, но завязано все вот на вот эту самую теорему Вериала. Окей, так вот у нас крутятся две звезды, что для нас было важно. Мы хотим разогнать. У них есть какие-то орбитальные скорости. А теперь давайте уберем одну звезду. Ну, убрать звезду, сейчас мы придумаем как. Но идея примерно простая. Во-первых, в детстве, совсем в детстве, когда была Олимпиада 80-го года в Москве, я думал, что метание молота – это кидание большого молотка. А потом, значит, я посмотрел Олимпиаду, и увидел, что на самом деле у них круглая штучка такая на веревочке. Похоже, вот как Томас Сойер, вы хоть почитали? Да. Ну, слава богу, он крысу крутил на веревочке. Гораздо интереснее, чем вот этот псевдомол. Вот. Но метание молота все видели. Вот у него эта штучка на веревочке, типа ядра такого, он раскручивает. А представьте, что веревочка рвется в этот момент. Ну и все хорошо. То есть у вас оба тела и то, и это приобретают большую скорость. Ну, особенно то, потому что оно легче. То есть крыса легче Томас Сойера, но если бы он там капибару крутил на веревочке, то уже было бы сравнимо. Они просто разлетелись бы в разные стороны. Так вот, примерно то же самое может происходить с двойными системами. Одна звезда, например, может взорваться. Куда денется звезда? Она просто взорвалась. То есть вещество осталось, но вообще говоря, оно разлетелось. И у вас как бы эта гравитационная веревочка порвалась. И вторая звезда, про эту забыли, поскольку она взорвалась. Вторая звезда просто сохранит свою орбитальную скорость. С некоторыми поправками, о которых еще поговорим. И поэтому, чем теснее, чем ближе друг другу были звезды, чем теснее двойная система, тем до большей скорости можно разогнаться. И скорость эта может быть довольно большой. Вообще говоря, в среднем больше, чем можно приобрести за счет динамического взаимодействия. Люди знают много убегающих звезд. Известно, как направленная их скорость. Причем не только в проекции на ней, но и трехмерная скорость в некоторых случаях измерена. Поэтому можно посчитать, откуда они летят. И для многих звезд, если мы интегрируем ее траекторию назад, это вот карта неба, точки – это звезды, а стрелочки – это их интегрирование назад, тропинка, по которой они топали, то для многих звезд эта тропинка приводит в какую-нибудь звездную ассоциацию, в какое-нибудь разреженное скопление молодых звезд. Это означает, что, скорее всего, звезда родилась в этом скоплении и за счет динамического взаимодействия приобрела эту скорость и была вытянута. Если не приводят, ну, во-первых, это может говорить о том, что эта ассоциация вся уже разбежалась, мы не можем ее идентифицировать. Или, значит, звезда приобрела свою скорость из-за распада двойной системы. Окей. Ну вот еще раз про распад двойной системы. Итак, у нас происходит взрыв одной из звезд. Вот он, центр масс-звездной системы. Звезды, естественно, на момент взрыва двигались в разные стороны. И после взрыва то, что осталось, сохраняет свои орбитальные скорости. У вас есть три составляющих. Вот эта звезда не изменилась. От второй звезды есть сброшенная оболочка, но она расширяется, она очень быстро уходит наружу. Скорость расширения оболочки после взрыва сверхновой тысячи километров в секунду. И поэтому она очень быстро уходит из двойной системы. И поэтому она становится неважна. Это действительно потерянная масса. Но может остаться еще компактный остаток. Черная дыра или нейтронная звезда. Черная дыра интереснее, поэтому здесь нарисована черная дыра. Вот у вас оболочка улетела. Но это не в масштабе, она рассеивается при этом. Вот такая она большая. А звезды сохранили свои орбитальные скорости. Но они еще немножечко, конечно, чувствуют гравитацию друг друга, поскольку что-то от них осталось. И поэтому траектории будут загибаться. То есть все-таки не по прямой они разлетаются. По прямой это уж в идеальном случае, если одна звезда полностью распалась и мгновенно оболочка ушла на бесконечность. Тогда вторая звезда будет двигаться прямо по прямой линии, как она летела со своей орбитальной скоростью. В реальности гравитация все-таки важна. Вектор скоростей немножко поворачивается, но модуль скорости все равно по порядку величины равен орбитальной скорости, поскольку компактный остаток, как правило, гораздо легче той звезды, которая существовала до взрыва. Какой скорости так можно разогнаться? Ответ D большой. Сейчас самая быстрая звезда в галактике нашей имеет скорость 1200 км в секунду. Это гелевая звезда. То есть у нее нет водорода. Значит, водород ободрали. Ободрать водород проще всего в двойной системе, естественно. И поэтому даже по ее свойствам без скорости мы могли бы заподозрить, что эта звезда родилась и эволюционировала вдвойной. Но большая скорость дополнительно нас наводит на эту мысль. Можно посмотреть примерно из какого направления она летит. Важно, что она летит не из центра галактики. Вот центр галактики, вот эта звезда, вот Солнце. А вот эта область, откуда она могла прилететь, мы не можем очень точно идентифицировать. Поскольку скорость, естественно, с какой-то ошибкой мы определяем. И возраст звезды знаем с ошибкой. Но звезда летит примерно вот в эту сторону. То есть примерно откуда-то вот отсюда. Чем гуще свет, тем больше вероятность, что она летит отсюда. Важно, что это не центр галактики. Почему еще об этом поговорим? Центр галактики – место, где звезды можно разгонять до очень больших скоростей. По всей видимости, повторюсь, вот эта звезда, рекордсменка по скорости, гораздо быстрее Усейна Болта, родилась в двойной системе, которая распалась и была довольно тесной на момент распада. Вы можете проделать немудренную задачку и посчитать для разных масс звезд, какой примерно была орбита, чтобы потом скорость оказалась равной 1200 км в секунду. Динамическое взаимодействие, как правило, не разгоняет до таких больших скоростей, опять же, могут быть исключения, но вряд ли, только очень легкую звезду, взаимодействующую с большим количеством тяжелых звезд, можно разогнать до такой большой скорости, но скорости получаются большие, и это может быть прямо группа звезд, а может быть просто так называемая перезарядка, обмен звезд. Здесь показан компьютерный расчет, вот у вас двойная система, видите, здесь зеленая и красная переплетены. Двойная система провзаимодействовала с одиночной звездой, на какое-то время они образовали тройную неустойчивую систему, и после этого зеленая звезда, вероятнее всего, она была самая легкая, она была выкинута из системы, а синий и красный образовали новую двойную, и вот дальше полетели как двойная. И вот эта зеленая приобрела большую скорость. Естественно, в целом импульс сохранился, энергия сохранилась, все хорошо и красиво, но так тоже можно разгонять звезды. Чаще всего это происходит в плотных скоплениях, а плотные скопления – это шаровые скопления, и в шаровых скоплениях происходит такой процесс испарения. Возможно, Владимир Георгиевич вам про это рассказывал, когда звезды приобретают скорость и потихонечку из скопления улетают, унося с собой импульс и энергию, поэтому ядро этого шарового скопления поджимается, становится более компактным. Когда звезды летят через межзвездную среду, получается красота, потому что межзвездная среда – это, конечно, среда, это никакая не пустота. Другое дело, что там дышать нельзя, но давайте вспомним, что такое вакуум. Что такое вакуум? Вот не отсутствие. Смотрите, вот вы входите, говорите, комната пустая. Что значит пустая комната? Это означает, что вы от стенки до стенки можете добежать, не наткнувшись на рояль. Вот это пустая комната. И поэтому какая-нибудь, если вы, там, Людовик 14, вы в Версале, вы входите в такой зал, раз в 7 побольше этого, вы видите, какой-то пустой зал, а там стоит 164 предмета. Просто с большой вероятностью можно добежать от стенки до стенки и ни с чем не столкнуться. Поэтому вакуум в банке – это если молекула может долететь от стенки до стенки, не столкнувшись с другими молекулами. Поэтому если у вас банка маленькая, у вас вакуум достигается при одной плотности. А если банка большая, при совсем другой плотности. И космос – это очень большая банка. Ну, галактику можно рассматривать как банку, без краев, такая условная банка. И, соответственно, если молекуле надо пролететь от сих, там, 10 световых лет до сих, она, скорее всего, с кем-то столкнется по дороге. И поэтому это совсем не вакуум. Там будут ударные волны существовать, молекулы, ну, кускам газа трудно двигаться быстрее скорости звука из-за этого. Так вот, звезда летит, а от звезды, особенно массивной, дует звездный ветер очень мощный. И вот этот поток звездного ветра врезается в межзвездную среду, и получаются вот такие красивые ударные волны, красивые туманности. Прям ясно, куда звезда летит. Летит, естественно, туда. Здесь менее очевидно, но летит она сюда. Здесь вот тоже очевидно, что летит справа налево, потому что вот здесь возникает сильная такая ударная волна, а сзади тянется хвост. Это, кстати, помогает трехмерной скорости измерять, потому что если вы просто видите, как звезда движется по небу, вы меряете скорость только в двух измерениях, в третьем не знаете. А если у вас есть детальная картинка такой туманности, то вы можете восстановить прямо трехмерное движение звезды, что помогает очень точно измерить ее скорость. Теперь переходим к другим звездам. Итак, у нас, вот мы сказали, звезды диска, они крутятся, вот они бегают. Вот эта штука очень хорошо похожа на ипподром. Можно вывести каких-нибудь маленьких лошадок или крысиные бега. Чувствую себя римским императором в миниатюре. Вот звезды у нас двигаются в одну сторону, в диске. Они двигаются быстро, но это вот как шоссе с таким односторонним движением. Относительно друг друга двигаются медленно. Но есть второе шоссе. Более того, бесконечное количество шоссе – это звезды Галла. Они крутятся по вытянутым орбитам во все стороны. И поэтому они могут пересекать диск с очень большой скоростью. Здесь даже нарисовано не совсем хорошо. Орбита может быть вытянута примерно как у комет. То есть она заканчивается будет здесь. И, соответственно, диск как раз, звезда прилетает с очень большой скоростью. И поэтому в верхней части своей орбиты, не знаю, как это называется, апогалактией, в верхней части своей орбиты звезды двигаются очень медленно, естественно, как полагается кометам, которые большую часть времени проводят где-то далеко. А когда они приближаются к диску, они разгоняются до большой скорости, которая уже по порядку величины равна скорости убегания. И поэтому у них и так скорость движения относительно центра галактики получается больше, чем эти 200 км в секунду иногда. Так еще вдобавок они двигаются в другую сторону. Знаете, какой-то странный анекдот про... Его любят рассказывать там про англичанина где-нибудь во Франции. Когда он едет в машине, ему звонят в машине, говорят, знаешь, по радио сказали, что на шоссе какой-то сумасшедший, который едет по встречной полосе. Он говорит, да я знаю, их здесь человек 200. А вот, соответственно, звезда Галла, влетая в диск, она оказывается таким англичанином во Франции, который едет не в ту сторону. И ее относительная скорость этой звезды, относительно соседок, оказывается очень большой. То есть это 200 км в секунду в одну сторону, 300 в другую. Соответственно, относительная скорость получается большой. Таким образом, просто нарисовав скорости движения звезд, можно разделить звездное население. Вот это, кстати, одна из задач спутника Гайя. Он не только положение меряет и параллакция, ему не только трехмерная карта галактики нужна. Меряется собственное движение звезд, то есть можно будет получить их скорость. И тогда можно детально исследовать звездное население. В галактике, соответственно, звезды диска, они будут иметь маленькие скорости, вот здесь нолик и вот нолик. А звезды Галла могут иметь большие скорости, потому что мы меряем эти скорости относительно местного стандарта покоя. Неважно, что это значит, грубо говоря, относительно нас. С большой астрономической точностью, если смотреть на эту картину. И, как видно, ноут слоу, прогрейт, ретро-грейт – это вращение в ту же сторону и в другую сторону. Точно так же, как кометы в Солнечной системе. Они могут вращаться, пролетая мимо нас, в ту же сторону, в которую вращается Земля и другие планеты, а могут вращаться в другую сторону – ретроградное вращение. И звезды Галла обладают, естественно, таким же свойством. И скорости, как вы видите, могут быть относительно нас большие – 400 км в секунду, что-нибудь вроде этого. Это очень интересно, потому что существует совершенно отдельная астрофизическая задача, которая к скоростям не имеет никакого отношения. Когда-то произошел большой взрыв, Вселенная была горячая, плотная, ничего там особенного не существовало, ну, из таких связанных объектов. Потихонечку она расширялась, остывала, и начала появляться таблица Менделеева с левого верхнего угла. То есть появился водород. Потом появился гелий. Больше практически ничего не появилось. И первые звезды делались из водорода и гелия. Там нет тяжелых элементов. И вообще говоря, очень интересно найти эти самые первые звезды. Они образовывались давно. То есть, вообще говоря, можно построить космический телескоп имени Джейнса Уэбба, впередся вдаль и на огромном расстоянии увидеть. Сами звезды увидеть тяжело, например, увидеть, как они взрываются, как сверхновые. Но если эта первая родившаяся звезда была не тяжелая, а наоборот легкая, если у нее масса была в три раза меньше, чем у Солнца, то она просто должна была дожить до наших дней. И когда образовывалась галактика, там еще было мало тяжелых элементов, и первые звезды, они обладали почти первичным составом. Там было мало тяжелых элементов, их очень интересно искать. Но это должны быть какие-то слабенькие звезды, потому что яркие просто не дожили до наших дней, они мало живут. И вы не можете осмотреть, получить спектры миллиарда слабых звезд, чтобы узнать, какие же из них малометалличные. И поэтому вы вначале получаете скорости, это технически чуть проще, выбираете звезды гала с особенностями движения, а потом начинаете измерять их химический состав, чтобы добраться до этих самых первых звезд. Ну вот периодически, там раз в несколько лет, ставят новые рекорды, обнаруживают еще более малометалличную звезду. И сейчас там по одному из параметров рекорд принадлежит звезде с хорошим именем SDSS J102915 плюс 172927. Если вы эту штуку запомните, это очень хороший пароль. Ну или для чемодана, если у вас хватит, колесико. Окей. Есть еще более быстро движущиеся звезды, их начали открывать уже в 21 веке. Или там, кому больше нравится, в третьем тысячелетии, если вы мыслиете большими масштабами. Так называемые гиперскоростные звезды. Я надеюсь, ничего более быстрого не будет, потому что вот смотрите, вот есть новые звезды, сверхновые, есть гиперновые. И что будет дальше, непонятно, как их называть. Получаются какие-то куперновые, потому что не очень хорошо. Потому что в английском языке, наверное, непонятно. Итак, здесь гиперскоростные звезды. Здесь отложено расстояние от центра галактики и скорости. Синенькие – это более-менее нормальные звезды. А вот эти полосочки, пунктирные, штриховые, точнее говоря, штриховые полосочки соответствуют разным моделям галактики, и они описывают скорость убегания. То есть, когда звезда перестает быть связана с галактикой. То есть, если звезда находится выше обеих полосочек, то она совершенно точно из нашей галактики уже улетает. Все, привет, ее уже гравитация не держит, и она как ворона в этом фильме про Нафанию. Куда хочу, туда лечу. И вот в последние годы буквально начали открывать вот эти звезды, которые фиолетовыми звездочками и показаны, которые имеют очень большие скорости. Это типичная скорость больше 400 км в секунду, но рекорд – это не самая последняя картинка. Есть уже больше 700 км в секунду. То есть, звезда летит очень быстро. И так много их трудно сделать вдвойных, и совершенно точно это невозможно сделать динамическим взаимодействием с другими звездами. Откуда же они берутся? Вот еще раз, чтобы вы представили распределение по скоростям. Вот нормальные звезды их распределения по скоростям, включая звезды Гау, поэтому здесь до 300 тянется. А вот они гиперскоростные звезды. То есть, их мало, зато двигаются они гораздо быстрее. У этого распределения получается такой хвостик. Их разгоняет центральная сферомассивная черная дыра в центре нашей галактики. Это довольно легко доказать, потому что если вы построите скорости, вектора скоростей этих звезд, всех гиперскоростных, они все летят из центра галактики. По крайней мере, из области вблизи центра, потому что вы не можете идеально, точно посчитать, что прямо вот из дыры, из дыры летит. Но летит оттуда, с той стороны. И, как вы помните, где у нас красивая формула, скорость при динамическом взаимодействии оказывается порядка второй космической скорости вблизи объекта. Естественно, если у вас есть черная дыра, вы можете достигать а, больших скоростей, б, она просто тяжелая. Тяжелый объект больше даст возможность вам разогнать. Я раньше все время жалел, что у меня нет с собой мячика, а теперь я жалею, что я его забыл в рюкзаке. Смотрите, идея простая. У нас будет духовный мячик, и мы будем себе... Причем, представьте, тяжелый мячик, баскетбольный. Можете взять рояль. А? Можете взять рояль. Не, рояль будет тоже нужен. Спасибо. Рояль тоже пригодится. Итак, вот я кидаю баскетбольный мячик в стул. Он отскакивает, но, смотрите, стул он тоже сдвинет. Он часть энергии потратит на то, чтобы сдвинуть этот стул. Он с ним провзаимодействовал, но очень большую скорость не приобрел. Идеально, когда вы кидаете мяч в стену. Потому что стена остается на месте, как правило. Поэтому стекло плохо кидает. Вы кидаете мяч в стену, и он отскакивает. То есть у вас идеальное сохранение импульса. А теперь представьте, что стена движется на вас. В фильме с Индианом Джонсом, да? Индианой Джонсом. Есть штука, у них там потолок съезжает. Или стены тоже съезжаются. В общем, все у них там начинает съезжаться. В этот момент интересно ставить физический опыт. То есть, смотрите, если стена движется на вас, вы кидаете в нее мячик, он к вам прилетает быстрее. Но верно все то же самое. Если вы это в невесомости проделываете, в вас летит стул, вы кидаете в него мячик, мячик приобретает меньше скорости, потому что он может оттолкнуть стул назад. А стену он оттолкнуть не может. И, соответственно, если у вас звезды, о чем мы это все говорим? Если у вас звезды взаимодействуют не с другими звездами, которые они могут толкнуть, тяжелый мячик весит как стул примерно, а взаимодействует с черной дырой, которая весит 4 миллиона массового Солнца, оттолкнуть ее звезда почти не может. Она пытается, честно, по третьему закону Ньютона, она толкает ее так же, как дыра ее. Но ничего не получается. Но если звезда одна, то скоростью обменяться не получится. У вас звезда более-менее как прилетела, так и улетит. Можно там всякие тонкости с вращением черной дыры, но так сильно не разгонишься. Но есть другой способ. Вы кидаете две звезды, и теперь вы можете перераспределять энергию между ними. И если при пролете черной дыры система разорвется, проливные силы ее разорвут, то может возникнуть такая ситуация, что у вас одна из звезд останется вблизи черной дыры, то есть у нее появится большая по модулю, но отрицательная потенциальная энергия. Энергия должна сохраниться, поэтому кинетическая энергия, то есть большая положительная энергия, окажется у второй звезды. И вот это очень хороший способ разгонять звезды. Именно таким способом и разгоняются гиперскоростные звезды в гравитационном потенциале центральной черной дыры. Была обнаружена очень интересная звезда. Такая довольно яркая голубая звезда, которая тоже гиперскоростная, тоже летит от центра галактики. Но вы измеряете спектр звезды, вы видите, что она голубая, значит, что она тяжелая должна быть. Согласны? Тяжелые звезды мало живут. Ну и давайте посчитаем, получается так или нет. Сколько она летела от центра галактики, и сравним с ее временем жизни. И все получается плохо. Летит она вроде от центра галактики, но лететь ей от сих до сих, допустим, 20 миллионов лет, и такая звезда должна жить всего 10 миллионов. Какая-то странная не вкладушка получается. И был придуман очень красивый механизм. Естественно, был такой, я не знаю, вот яролаж, вы этот могли не смотреть, с тройняшками. Смотрели яролаж? Это очень смешно, найдите на YouTube. Яролаж, тройняшка. Рассказывать содержание не буду, чтобы не было спойлеров. Так вот, у вас с черной дырой вначале взаимодействовала тройная система. Одна из звезд осталась вместе с черной дырой, а двойная система улетела от черной дыры, но пока летела, слилась. А слияние звезд приводит к тому, что образуется, ну, во-первых, более тяжелая звезда, это очевидно, но из-за взаимодействия при слиянии она будет выглядеть более горячей, она будет казаться еще массивней, если вы смотрите только на ее такие базовые спектральные характеристики. И это объясняет, почему возникает такая вот голубая убегающая звезда. Но вам нужен дополнительный трюк, вам нужно было ускорять двойную систему, которая в процессе полета слилась. Очень красивый эффект. Если бы у меня был литературный талант, я бы написал такой научно-фантастический роман. Представьте, все любят придумывать какую-то катастрофу, что Земля гибнет. Но это уже всем надоело. Ерунда, гибнет галактика. Почему не знал? Придумайте. И нужно сваливать из галактики в целом. То есть лететь долго. Корабля как бы такого нет. И тем более нет таких батареек, чтобы упитать. Он летит где-то в межгалактическом пространстве, там темно и страшно. Лететь надо в другую галактику. Так идея очень простая. Соответственно, в соответствующем романе астрономы должны открыть гиперскоростную звезду, похожую на Солнце, которая летит, например, из нашей галактики в туман Спиндромеды. И у этой звезды, ну, допустим, они открыли 164 таких звезды, не важно. А мы выбираем ту, где есть планета, похожая на Землю, в зоне обитаемости. Мы все переселяемся на эту планету. И вместе с источником тепла, энергии, света, восходов и закатов тихонечко-тихонечко, со скоростью тысяч километров в секунду двигаемся в сторону туманности Андромеды. Галактика пускай там гибнет, а мы, значит, будем лететь на этой планете вместе со звездой и Чайпи. Такое краткое содержание романа. Всем дарю, пишите. Примерно такое существует. Есть убегающая звезда. Здесь все, как обычно, как в искусственных языках. Это Солнце, это центр галактики, это звезда, а вот это траектория Большого Магеллана облака. То есть есть убегающая звезда, которая 23 миллиона лет назад пролетела более-менее вблизи Большого Магеллана облака. То есть мы не знаем прямо звезду, которая вот аккуратно пролетит в туманность Андромеды и там останется, или в какой-нибудь еще галактике. Но в принципе фабула романа не лишена астрономического смысла. В этом смысле это научная фантастика, все может быть. Убегающие звезды, в том числе и с планетами, в том числе и в зонах обитаемости, динамика, все это позволяет сделать. Все это маловероятно. Но роман примерно так и устроен. Вы знаете, он Нильсборг говорил, что я с легкостью... Он не смотрел вестерна, если я не ошибаюсь, это про него. Не смотрел вестерна, потому что я могу поверить, что когда, значит, телега какая-то несется по мосту, за ней гонятся бандиты, в телеге блондинка, мост рушится, блондинка там краем, платье цепляется за последнюю жердочку. Я могу поверить, что все так произошло. Я могу поверить, что ровно в это время молодой красивый ковбой скачет где-то и оказывается у этого маска. Могу поверить. Могу поверить, что он успевает добраться и, значит, вытащить ее откуда-то. Но поверить, что еще рядом стоит человек с камерой и все это снимает, я не могу. Но в этом как бы и состоит великая сила искусства. Хорошо. Можно разгонять звезды до очень больших скоростей вблизи черной дыры и главное пролететь очень близко. И пределом станет разрыв самой звезды. Естественно, если звезда пролетает очень близко от черной дыры, ее совсем разрывает, это вещество будет поглощаться черной дырой, возникнет такой активный ядрок квазар зажжется на короткое время. Мы видим такие события в рентгеновском диапазоне. Но звезду может частично начать обдирать, а частично не обдерет. Вот она, видите, здесь не круглая. Ее так вот сильно колбасит звезду. Но не разорвала. Вот на грани. И она пролетела, приняла нормальную форму. Вот здесь время пролета в часах прям выставлено. Вот момент ноль, за два часа до, за восемь часов, за один день. Тут внешние слои ободрали, внешняя оболочка, она, естественно, более разреженная. Вот ядро выжило. И так можно разогнать одиночные даже звезды без двойных до очень больших скоростей, до тысячи километров в секунду. Отдельно можно сказать, что нейтронные звезды разгоняются до больших скоростей. Этот момент я очень быстро проскачу, кому интересно, в книжечном моменте считается. Вот это распределение по скоростям схематичное. Вот это обычные звезды с типичной скоростью там 10-30 километров в секунду. А нейтронные звезды двигаются примерно в 10 раз быстрее. Это уже реальные данные по пульсарам. Есть пульсары со скоростями там в районе полутора-двух тысяч километров в секунду. И сейчас рекорды скорости для нейтронных звезд, но они такие не очень точные, но тем не менее. Вот переваливают за две, не дотягивают до трех тысяч километров в секунду. Почему это происходит? Это происходит по совсем другой причине. У нейтронной звезды есть свой источник энергии. Она пережила взрыв сверхновый. В результате взрыва звезда может приобрести дополнительную скорость. Ее называют кик. Вот кикбоксинг. Кик – это именно вот этот удар, толчок такой, пинок. И нейтронные звезды, по всей видимости, есть разные гипотезы, но основная все-таки состоит в том, что взрыв не симметричен. И, естественно, энергия, импульс сохраняется, снова все хорошо, но просто какая-то часть вещества летит в одну сторону, а получившаяся нейтронная звезда или черная дыра летит в другую сторону. Черные дыры разгонять труднее, потому что, а, они тяжелее, б, они могут образовываться без мощного взрыва, просто прямым коллапсом. Но вот буквально вчера, не вчера, вчера был выходной, в пятницу появилась очередная статья Андрея Гошева с авторами, где они проанализировали скорость двойных систем с нейтронными звездами и черными дырами. И получается, что, кроме того, что нейтронные звезды, как и положено, приобретают вот этот кик, дополнительную скорость при рождении, черные дыры тоже могут рождаться с большими скоростями. Когда нейтронная звезда, пульсар, летит сквозь межзвездную среду, происходит то же самое, что в обычных звездах, но только красивее. Например, вот замечательная туманность гитары. Сама нейтронная звезда находится здесь, и, как вы можете догадаться, летит вот туда, а за ней остается такой вот красивый хвост в форме гитары. Ну, или в форме какой-то странной лампочки, я не знаю. Некоторые звезды остаются в двойных системах после взрыва, и мы прямо видим, что ее сильно толкнуло, потому что меняется направление осей вращения. До взрыва, естественно, мы ожидаем, что оси вращения звезд более или менее сонаправлены, а после взрыва мы видим, что нейтронная звезда может вращаться совсем в другую сторону по сравнению с оставшейся звездой, и единственное объяснение этого это асимметричный взрыв, который изменил направление вращения. Можно изучать, как летают системы с черными дырами и нейтронными звездами в галактике, что вот как раз Андрей с коллегами сделал, и получать эти большие скорости. Асимметрия взрыва может быть связана просто вот прямо с асимметрией взрыва, куда-то больше полетело вещества, куда-то меньше, но при взрыве сверхновой, как вы знаете, 99% энергии испускается в виде нейтрина. И вы можете сделать такую нейтринную ракету. Если вы хоть чуть-чуть на 1% измените симметрию излучения нейтрина, вверх пойдет на 1% больше, чем вниз, то, соответственно, нейтронная звезда полетит вниз с большой скоростью, энергии очень много, и так легко можно разгоняться до 1000 км в секунду. Для некоторых нейтронных звезд мы прямо можем измерить направление скорости, сравнить его с направлением вращения, это очень красивый эффект. Вот это крабовидная туманность, там пульсар в крабе сидит, ну, в смысле, крабовидная туманность снаружи, это внутренняя часть крабовидной туманности, вот тут сидит нейтронная звезда, вокруг нее такая красота, это спутник Чандра смог увидеть. Красная ось показывает скорость, ось вращения, а зеленая показывает скорость движения. А вот это то же самое для пульсара в Веле. Сама туманность симметрична относительно вращения нейтронной звезды, а скорость может быть направлена немножко в другую сторону. Теперь совсем удивительный способ разогнать черные дыры. Есть очень хороший способ разогнать две черных дыры. Вначале вот представьте, вот с новым мысленным взором, вот тут есть черная дыра и тут есть черная дыра, вот их центр массы, вот они крутятся вокруг этого центра массы. Все, вначале происходит медленная печаль. Они крутятся и потихоньку сближают. Вы сидите в лабораторной системе отсчета, где положено, держитесь за ручки кресел, чтобы вас не укачало и не было церкви. Крутятся две черные дыры, приближаются к центру массы. Вам очень страшно, вы закрыли глаза, в это время они слились, сказали бум, вы открываете глаза, до взрыва центр массы стоял перед вами, помеченный буквой Х, а после вы увидите, что образовавшаяся черная дыра с огромной скоростью куда-то летит, ну, например, на вас. Почему это происходит? Ну, во-первых, реалистично ли это? Ответ да. Теперь, почему это происходит? Начнем со сверхмассивных черных дыр. Собственно, эффект видят для сверхмассивных черных дыр пока. Сверхмассивные черные дыры сидят в центрах галактик, галактики образуются в результате иерархического скучивания. То есть, галактика сливается с другой галактикой, в ней была черная дыра, во второй была черная дыра, слились, черные дыры осели в центр, и, наконец, они тоже сольются в центре этой самой галактики. И это происходит довольно часто. Ну, и в норме мы думаем, что черная дыра должна остаться в галактике. Так происходит только если галактика достаточно тяжелая. Ну, давайте мы запустим муек для красоты. Запустим. Это образование крупномасштабной структуры. Вот 14 миллиардов лет пронеслось у вас перед глазами. Начинается расчет, когда не было никаких ни звезд, ни галактик. на красном смещении там 28 лет. А доходят все до наших дней, большие скопления и сверхскопления образуются, волокнистая структура, в общем, вся красота. Но в процессе этого происходит много образований, слияний сверхмассивных черных дыр. Что при этом происходит? Это еще умуют. Оказывается, что происходит много всего интересного. И, как обычно, физики это придумали в 60-е годы и не знали, к чему променить. Астрофизики об этом ничего не знали, узнали об этом в 90-е годы и придумали, куда применять. Происходит при этом разгон черной дыры с помощью механизма гравитационно-волновой ракеты. Ладно, хватит картины. Мы видим действительно двойные черные дыры. Здесь, например, вот это радиоизображение центра галактики, одной из галактик. Вот отзумили этот маленький квадратик и увидели два центра. То есть здесь одна черная дыра, здесь другая. Между ними 7 парсек примерно. Вот красивый случай бьют струи из двух черных дыр. То есть мы прямо видим две пары струй. Вот красивое рентгеновское изображение. Снова отзумлен центр и видно, что здесь есть два точечных ярких объекта, две сверхмассивных черных дыры. Наконец, недавно удалось увидеть, была такая пара квазаров, а потом это очень глубоко отсняли и увидели там галактики, причем видите, взаимодействующие с хвостиками. То есть это две сверхмассивных черных дыры относительно близко друг от друга. Ну, близко. 21 килопарсек, но это вот галактики еще находятся в процессе слияния, еще не дослились. То есть это все активно происходит, это все на самом деле так и есть. И при этом получается черная дыра, движущаясь с большой скоростью. Почему? Смотрите, существует такой красивый релятивистский эффект. Допустим, вот вы стоите с факелом, свечкой, с чем-то, что светит симметрично во все стороны. Ну и стоите и светите всем вокруг. Вот удивительный эффект состоит в том, эффект специальной теории относительности, что если вы теперь побежите с этим факелом, бежать надо с около световой скорости. Я не буду показывать. то вы будете больше излучать вперед. При этом сами на самом деле вы будете думать, что вы светите во все стороны. То есть вот вы локально так будете смотреть, вы вроде симметрично излучаете. А со стороны будет видно, что это как паровоз. Вот он вперед летит и светит вперед большим фонарем. Есть такой красивый эффект специальной теории относительности. Так вот это верно для любого вида излучения, в том числе и для гравитационных волн. Представим, что у нас одна черная дыра тяжелее, другая легче. Легко представить, да? Тяжелее, другая легче. Теперь представим, что одна сильно тяжелее, другая сильно легче. И поэтому мы в первом приближении будем считать, что как мы говорим, Земля крутится вокруг Солнца, у нас одна черная дыра будет крутиться вокруг другой. И вот она крутится, но крутится она по спирали, они сливаются и происходит излучение гравитационных волн. И крутящаяся черная дыра, она, вот это будет большая черная дыра, а я буду маленькой черной дырой. Она излучает в основном вперед. Чем быстрее она движется вокруг этой черной дыры, тем больше она излучает вперед. То есть вначале она излучала во все стороны, а потом, чем ближе она подходит, она излучает вперед, 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 а гравитационные волны уносят импульс. И поэтому, когда в итоге она сливается с этой черной дырой, оказывается, что больше импульса унеслось туда, потому что они туда сливались. И, соответственно, вместе они полетят в обратную сторону. Поэтому, когда вы откроете глаза, черная дыра вместе с центром массы образовавшегося улетит, приобретет довольно большую скорость. Так вот, скорость при этом, оказывается, может быть большой. Прелесть в том, что она не зависит от массы черной дыры, а зависит только от отношения массы. Почему понятно? Чем тяжелее они, тем больше они излучают, но тем труднее разогнать. И это балансирует друг друга. Важно, что движения происходят не по кругу, а по спирали. И поэтому возникает преимущественное направление излучения. И так легко можно разгоняться до 100 км в секунду, можно при некоторых соотношениях массы разгоняться до больших скоростей. И этого хватает, чтобы убежать из не слишком тяжелой галактики. То есть сейчас, если мы сольемся с туманностью Андромеды, наши черные дыры сольются, но они, скорее всего, уже никуда не убегут. Они внутри тяжелых галактик находятся. А на заре существования Вселенной, когда галактики были гораздо более легкие, то черные дыры могли вылетать из этих галактик, и поэтому галлы галактик, галактическое пространство, вообще говоря, заполнены черными дырами с массами там от, по всей видимости, нескольких сотен до нескольких десятков тысяч масс Солнца. Вот когда сливались и образовывались такие черные дыры, можно было с легкостью убежать из галактики. Ну а максимальная скорость улета черных дыр составляет примерно там полторы тысячи километров в секунду. Это довольно трудно посчитать, поскольку численно считать с высокой точностью эффекта общей теории относительности в сильном поле трудно, но вот современные результаты где-то по две тысячи дают. Первые в 83-м году там они получили около полутора в упрощенном, а в сложном численном счете уже в нашем веке люди получали значение по две тысячи. Правда, есть и обратная штука, есть такой антикик, когда черные дыры слились, они еще внутри немножко колбасятся, и это тоже приводит к излучению гравитационных волн, это компенсирует начальную асимметрию излучения, поэтому скорость немножко падает, но вот сейчас посчитали и с учетом антикика, все равно получается, что сотни километров в секунду можно разогнать черную дыру. По всей видимости, мы наблюдаем такую штуку, то есть есть пример черной дыры, которая не сидит точно в центре своей галактики, и самое здравое объяснение для этого это то, что эта черная дыра образовалась в результате слияния, она получила этот кик, получила дополнительную скорость, ее не хватило для того, чтобы лететь из галактики, но ее хватило, чтобы там на сколько-то парсек, не написано, не написано, на сколько-то парсек сместиться от центра галактики, так, чтобы мы это могли заметить, так что, по всей видимости, мы видим следы работы этой гравитационно-волновой ракеты, ну и, естественно, вот все черные дыры, слияние которых зарегистрировала Лайда, после слияния образовавшиеся черные дыры двигаются с довольно большими скоростями, мы это не наблюдаем, но может быть там впоследствии с повышением точности как-то это тоже можно будет вытянуть даже из наглядин. Можно и звезды разгонять до очень больших скоростей, для этого опять нам нужны слияния галактик, вот это совсем уже похоже на то, что могло бы происходить в Индиане Джонсе. Вот представьте, что у вас сближаются две стены, ну а в данном случае у вас сближаются две черных дыры. Будет вот одна стена, такая тяжелая, толстая стена, но с дырками. Дырки нам понадобятся. И вторая стена тоже тяжелая, тоже, но хотите вторая без дыр, как не важно. Важно, чтобы куда-то можно было деться. И мы между ними запускаем мячики. Вот они прыгают туда-сюда. Ну или молекулы воздуха, что вам нравится больше, неважно. Если стены начинают сходиться, то они передают импульс шарикам. Шарик все время видит стену, которая движется навстречу, он все время сталкивается лоб в лоб, и поэтому он приобретает дополнительную скорость. Вы сближаете две стены, и шарики начинают летать все быстрее, 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 быстрее. Идея понятна, это тоже, если взять мячик какой-нибудь хороший для пинг-понга, все, наверное, любили так ракеткой об стол стукаешь, теннисами, а потом опускаешь, он так делает. Шарики разгоняются до больших скоростей, и, соответственно, периодически из этих дырок будут вылетать шарики с очень большими скоростями. Похожая штука может реализоваться при слиянии галактик, когда в центре у вас есть две черных дыры. Звезды, взаимодействуя с двумя этими сближающимися черными дырами, могут разгоняться до очень больших скоростей, которые могут составлять, вообще говоря, долю скорости света. Так что, если вдруг когда-то люди откроют летящую между галактиками звезду со скоростью 70 тысяч километров в секунду, то это супер-супер никого не удивит. Вот в 14-м году люди опубликовали статью, где такая ситуация была. Ну и, наконец, можно разгонять, конечно, взаимодействиями более тяжелые объекты. Можно разгонять галактики, шаровые скопления. Пару лет назад обнаружили шаровые скопления, которые относительно галактик в скопления движутся со скоростью больше 2000 километров в секунду. То есть, похожее гравитационное взаимодействие, позволяющее обмениваться импульсом и энергией, может происходить с более крупными объектами. Проблема разве только в том, что крупные объекты, состоящие, они довольно рыхлые, можно разрушить. И если удается избежать разрушения, то такие объекты тоже можно разгонять до очень больших скоростей. Ну вот он, последний слайд. Что мы знаем про быстро двигающиеся объекты? Если мы говорим про объекты прямо в нашей галактике и известные, звезды, убегающие звезды могут летать относительно своих соседей со скоростью десятки километров в секунду, звезды гала пролетают сквозь диск с относительной скоростью в сотни километров в секунду, черные дыры после слияния тоже могут приобретать скорость в сотни километров в секунду, гиперскоростные звезды мы видим со скоростями до 700 километров в секунду, нейтронные звезды из-за асимметрии взрыва сверхновые могут двигаться со скоростями более 2000 километров в секунду ну и наконец совсем в экзотических ситуациях как правило с участием черных дыр можно разгонять в том числе и звезды практически был около световых стресс спасибо пожалуйста смотрите вроде космор в атмосфере двигаться сверхзвуком образуются хлопки да а вот если звезда будет двигаться в пространстве больше звуковой скорости ну да вот собственно это и происходит все вот эти ударные волны как раз одна из них не на рисуночке это именно она есть то есть вот прям есть красивые снимки когда самолет вылетает из этого хлопка не видите вот этого ровно она и вот у вас звезда вылетающая из такой ну в данном случае она это нейтронная звезда из остатка сверхновой вылетающей просто у вас звезда один раз переходит скорость звука образуется одна отойдет ударная волна а перед ней всегда будет такая главная так называемая головная ударная волна наверное можно найти картинки где летящая ракета впереди имеет ударную волну которая всегда движется вместе с ними должно как-то излучать еще ну да поэтому мы видим это на снимках но давайте я еще раз отмотаюсь и все раз обращу на это внимание вот они то есть вот она правда все и светится вот эта ударная волна поскольку звезда не тормозится она все время прогреться то и будет стоять такая ударная волна пока не изменится свойство среды то есть естественно звезда может выйти из пустоту и тогда эта волна ослаблась нечем будет там греться и излучать можем еще плотно среду да это я не сказал совершенно верно вы можете так изучать плотность среды а вот еще в результате самодействия двух черных дырок не может так учесть что с одной сорвет массу нет черная гора все черная гора и кусочкой ломать нельзя